здравствуйте уважаемые любители ледка гидро спорта мы в отличном месте посмотрите это верхушка какого-то гордолыжного курорта и мне кажется пришло время самое время немножечко пошалить я даже не знаю почему я сюда ни разу еще в жизни не летал вот конкретно сколько летаю я здесь в альпах вот сюда ну то облака висят то погода не то еще какая-то как а и вот смотрите сегодня мы здесь и уже немножечко сразу шалим про парапланилист какой-то взлетает какие-то подъемники какие-то башни кабинки летят и бараны пасутся самое главное а бараны табунами а вот таких табунов баранов я не уверен что можно шалить так с баранами конечно понимаю что мы одним глазком но как бы не получить чертей за этих топ cb потом а папа 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 ладно не буду больше бачком прохожу собственно бы собственно бы не буду больше баранов пугать узнаете как побегут потом поступка даст по башке будет прав ведь бараны могут воспринимать меня как самую орла большого мне то есть очень приятно смотрите то в принципе орлов больше велосипедисты пугают они там носятся на этих велосипедах баранам принципе пофигу да вот и пропаники стартовал ой 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 что что ты делаешь фух так а ветер-то ну ветер пропанилисту в морду все с ним хорошо должно быть но красота вот это я кадр поймал друзья как совершенно нечаянно летели и летели и только бац вот как это всегда бывает как мы любим а летели мы сейчас я уж тогда вам все покажу раз уж такая пошла пьянка смотрите мы прилетели оттуда там есть такая страна многих озер а может вам кусочек попробую вставить видео где мы над этими озерами пролетаем и прилетели вот здесь есть каких-то несколько очень красивых и очень зеленых озер вот именно зеленых то есть до этого у нас везде в горах купили голубые всякие озера вот прямо здесь зеленые при зеленые не знаю почему то ли растворили здесь какую-то зелень руду то ли еще что-нибудь но очень красиво вот мы тут другим планером носились над этими озерами пытались сделать фотографию и он улетел на плата где еще одно озеро есть красивое а я решил остаться не поснимать вам о это тот параплан или другой прилетел другой друзья еще один летательный аппарат интересно а парапланов боятся опции вот пропали листа можно ли летать над овцами как вы думаете вы скажите пожалуйста как то считаете так ну давайте посмотрим нашего бедного пропали листа который эти склон немножко работает поэтому я практически ну чуть-чуть опустился уже конечно над овцами так не пролечу да не хочу а вот велосипедистов эти вот они велосипедисты кто за полюбами ставите на своих велосипедах и мы обожаем вот это место мне было дико интересно сюда съездить потому что настоящий какой-то горнолыжный парк он понятно что горнолыжный летом входит зимой а сейчас он видите не горнолыжная велосипедный эти вот они маньяки только не носятся на твоих этих велосипедов то вы посмотрите что творят зверя не люди я хочу так а приходится на плане летать друзья вроде как хочешь на велосипеде так ты смотри впереди чтобы мой какой-нибудь парапланет или хорошо потому что я сейчас соединка точно пилотирование мимо этих елок ой почему я сюда ни разу не летал друзья ведь это просто праздник какой-то елочки можно вот так вот взять жалко задняя камера не снимается то что мы себе забыли если где-то мы забыл ведь можно вот так ух и по елочкам главное не намотаться на какой-нибудь подъемник вау автомобиль это и озера ну это такой накопительная емкость видимо для воды чтобы всем хватило пить а нет золить купаются наверно в этой воде слушайте а ведь можно сейчас похулиганить можно очень низенько пройти над и смотрим конечно совсем низенько нельзя мы не будем совсем-то нарушать одним глазком так метрах на 150 на дней часто я высоко эх и друзья это просто праздник какой-то я как ли это место ни разу не нашел не помню то ли у кто ли облака то ли еще что-то я пролетал всегда ниже а так чтоб самой вершинки ну смотрите как ой как она сверкает это озеро то о вообще восторг ну и вот-вот городочек можно вообще по улицам полетать планер который летает по улицам трм-трм-трм такого я еще не делал можно в окна заглядывать там все хозяин замка рассказывает что нельзя летать над замком потому что можно заглянуть как его жена плавает в бассейне а вот тут-то посмотрите можно на заглядываться сколько угодно и вы можете посмотреть друзья чем же занимаются в горнолыжных парках так сказать летом видно что машин достаточно много тусуются кафе работает всякие ресторанчики люди жизни радуются потоки восходящий есть кстати у нас всех вверх прет кто-то идет то ли с парапланом то ли с чем он приземлился мешок какой-то тащит на этот парапланом до ну что мой поток вот это вот штуковина дает поток восходящий друзья меня начинает подымать я теперь думаю набирать и высоту или еще пошалить так сказать ну давайте чуть-чуть высоты уберем пригодится нам находится эта местность недалеко от гренобля вот гренобль кстати прекрасно виден вот теперь я хоть знаю где это находится много раз я пролетал то есть вот когда возвращаешься с монблана часто погода кончается вот и по этим вот как раз шкрябаешь какой-то параплан сейчас по елочкам так и ты здесь так медленно так печально шкаф 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 вот и здесь очень вспомнил я почему же я все-таки сюда не летал вот как крыло показ где-то на таком уровне чаще всего висят облака то есть вот эту вершинку и даже не она и не показывается из когда погода есть и по вечерам тоже а сегодня какой-то особенный день это очень хорошо так ну что давайте промчимся разочек еще над всеми горнолыжными тему курортами и я попробую выбраться все таки так чтобы домой сегодня долететь мы летим с понблана это нежданный ролик как я его называю только что были на хребте аравии озере анси тоже очень красиво может быть ставлю вам кусочки фотографии каких-нибудь и сейчас возвращаемся я друзья почему так и к ее пою потому что я сконцентрирован я пилотирую сейчас высокая скорость гонимся с машинами кто быстрее ну машину кто конечно обгоняем так есть я над лесом лечу то есть если что вы скажите там что я не нарушаю ничего плечу над лесом рядом с домиками но над лесом же вот вау очень все здесь красиво и вот сейчас сбросил скорость поднялся и как вы видите я конечно ниже вершины оказался ну я бы не сказал что сильно существенно да ну что а здесь прямо по курсу друзья есть плата на котором опять же очень красивый озер расположена ну я попробую плата прийти попробую набрать ветер у нас попутный мне надо набрать высоту потому что вот там куча перевалов которые я еще должен пройти чтобы вернуться домой до дома осталось 72 километра всего лишь мог идите пилить еще обожаю вот это тоже место и к сожалению не могу показать вам озеро очень красиво вот оно там на плата расположена может быть какое-нибудь видео кто же кусочек вставлю что пусть вам все украсить вот это вот ущелье идет глубокое такое страшное вот когда мы спалом балана возвращаемся там есть хитрое место куда крыло показывает там горка на которой надо выпаривать и однажды туда клаус привел нашу группу у нас было четверо и один из нас не смог выпадить очень занятный что он закричал что это слишком для меня жесткая турбулентность каждую тон дворе декапе и не опустились вот так по дну этого ущелья метели метели рассчитывая вылететь с той стороны и там есть возможность дотянуть до аэродрома в долине все эти вот такая длина этого ущелья как это все-таки страшно я лучше честно говоря в турбулентности на месте этого человека набирал бы но ни в коем случае там так сказать вот такую экспедицию под получили не хотел бы иметь вообще вот эти все ущелья если низко не люблю кстати что-то летит под на ущелье вертолет летит смотри справа что летит вертолет вертушка вон 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 он темпов по центру долины еще с кровом вот вы видишь вертушка так друзья мы перелетели и вот у нас клоны я конечно попытаюсь сейчас тут высоту набрать над елочками влага вроде как получается тоже оцените масштаб елочки поточки все так вот нежненько до ниже плата поэтому не видно озеро вам по точек конечно дыхловать ничего не скажешь сейчас думаю пытаться здесь выбраться издачники тоже идиллия он ведь и барашки домики здесь какой-то он она лесное озеро тоже очень красивая эти вот под горой прямо прячется здесь не давайте один проход сделаем по крайней мере в минусах 1928 метров у нас высота засекаем очень много елок по соку конечно вот видите вот в лесу прям очень год тяжелый засуха ужасные вот эта скала возможно будет работать но туда надо еще лететь крюк большой скорость ветра 14 км в час из конечно сансов что мы здесь хорошо наберем немного видите вот если бы не шалил 200 метров у меня бы было никаких проблем домой вернуться не было а так вот я глубоко уважаемых любителей летного вида спорта поснимали контент огонь и вынь да положь геморрой на свою голову ай как красиво не прибедняюсь так чтобы меня похвалили сказали да спасибо да самому нравится вот какой-то заброшенный ну не заброшенный какой-то такой выселки населенный пункт видите даже металлические крыши какие-то очень странные может быть всякие туристы живут так ну и момент истины возьмет наш этот склон весь получается такой хитрый момент что на него немножко из ущелья подбывает вот поэтому я рассчитываю по этим елочкам все-таки выбраться и вот если я выберусь друзья то я вам конечно покажу озеро не выберусь не выберусь не выберусь войду из тоска летит тень наша нолик 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 плюс 0 1910 метров высота как заколдованная не растет и не падает немножечко не хватает энергия на склоне он даже видно как у дерева листочки всякие прям блюд но так чтобы вверх и 1930 20 метров набрали здесь такие заросли черники на этих склонов такой вкусный к так все теряю высоту дальше видите там чем дальше учили тем страшнее надо разворачиваться это друзья не поминайте лихом надо заканчивать это видео потому что на все таки надо работать надо домой возвращаться сейчас я не могу сконцентрироваться все-таки одновременно снимать видео и пилотировать тяжело поэтому пожелайте нам удачи нам отсюда до еще выбраться напишите в комментариях выберемся бы или нет да однако вылипли мы да и гигейкались врешь не возьмешь друзья я взял поток таки сконцентрировался случайно взял его причем не около горного склона он как-то сосыпи сходят и эти приходится единственное крутить на склон достаточно страшно это выглядит но между тем мы со скоростью 18 метров в секунду уверенно набираем высоту вот это вот вот эти оцепи наверно прекрасно работают прогретые хух можно выдохнуть кто там написал в комментарии что мы не долетим вы не правы мы долетим я надеюсь что все написали что долетим что я чувствую что наш экипаж верят вот птичка с нами летает и вот она открылась озеро как раз красивая плата сейчас мы над этим озером друзья пролетим я не я и буду если мы не пролетим так что вы немножечко подождите полюбуйтесь как мы набираем высоту и потом я после озера знаю что делать ведь я конечно могу сейчас выбрать вообще высоко при высоко но тогда над озером придется лететь высоко это же не наш стиль вы можете посмотреть как страшно крутить не на скалы это самое неприятное ощущение когда ты доворачиваешь планер мордой в скалу и широкий угол камеры поэтому вам так кажется что до склона как до марца на самом-то деле до склона немного и вот это всегда разворот мордой в склон и внеш скорость побольше вот сейчас раз вот у нас движение конечно в такой конфигурации важно именно скорость то есть если скорость есть то в случае если что-то войдет не так можно отвернуть более энергично там еще что-нибудь сделать а если скорости нету планер просто перестает управляться вы можете лететь и прямо на эту скалу и сделать уже ничего не успеваете наш метод учить от себя что скорость увеличить вот она клякса озера появилась я пройдусь над озером пройду вдоль этого хребта и потом с противоположной стороны зайду там должен быть динамический восходящий поток от ветра им воспользуюсь то есть вот знание того что нас ожидает это важно с одной стороны можно конечно перестраховываться постоянно вот сейчас могу остаться в этом потоке 1 2 метра в секунду уже даже вы со скоростью 2 метра в секунду набирают 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 набираюсь набирать но даже не получится ничего красивого проверяю как с вершинки сходит или нет поток был я месяца полтора-два назад над вот этой системой всей здесь было все зеленое сейчас конечно уже не очень-то зеленое пром перестать пожалуйста закрыла в положение единичку да потому что мы сейчас будем разгоняться активно так ну вот друзья как выглядит свобода я выбрался повыше теперь мне уже совсем ничего не страшно я начинаю разгоняться у ах это хитро все но смотрите ой 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 однако потряхивает все-таки турбулент из приличная вот это все плата была зеленая называю плата 1000 озер тысячи наверно нету но очень много есть озер и она конечно очень долго после зимы приходит в себя а сейчас смотрите вся трава вы выгорела несмотря на то что вот воды много на этом плата что такое достаточно сильно выжимая это конечно обидно обидно досадно но что делать и вот озеро которое он хотел показать я сейчас разгоняюсь пройду максимально низко над ним пороси мне сейчас двести я выжму где-то 250 палатки всякие туристы должны быть по идее но туристов я не наблюдаю куда-то делись и вот так раз и уходим от этого озера видите я всю энергию которая потратил выклеснул вот вам кадры этого озера еще так а мы между тем отправляемся в путешествие здесь можно еще высоту набрать подумаю что мне дальше делать в любом случае я показал вам все что хотел друзья еще один раз ракурс на эту красоту очень хорошо получилось я прям здесь вот когда все удается прям просто кайф от действий вот теперь точно до новых встреч было уважаемые любители ледных видов спорта до новых позитивных роликов гигаги гигаги